Здравствуйте, дорогие нумизматы! Продолжаем с вами беседы и давайте сегодня вернемся к теме серебряных монет начала 20-х годов советского времени, в частности полтинники. Монета 50 копеек или полтинник, так называемая монета с молотобойцем, популярная, распространенная, ну, наверное, та редкая монета, которая есть, ну, наверное, в каждой второй нашей семье в России точно, а может быть и в каждой первой. Эти монеты чекались огромным тиражом и в долгое время использовались населением даже как некий запас серебра, переплавлялись для производства ювелирных изделий, каких-то украшений, еще чего-то, но это их печальная судьба, давайте все-таки поговорим больше о их судьбе коллекционной. Вроде бы все понятно, монета простейшая, отличаются лишь годы чеканки, немножечко отличается изображение, можно насчитать несколько десятков вариантов, разновидов, отличающихся небольшими деталями. Есть, однако, и детали принципиальные. Мы с вами все помним, что у монеты три стороны, авертс, ревертс, гурт, но гурт, конечно, принципиальная отличительная особенность. И в разные годы те же 50 копеечные серебряные монеты или полтинники чеканились с разной гуртовой надписью. На полтинниках 1924 года использовалась так называемая двойная гуртовая надпись, где указан вес монеты в золотниках, в старой метрической системе и в граммах, новой принятой советской властью. С 1925 года при отсутствии практически отличий в изображении молотобойца между изображением на 1924 и 1925 годах, в гуртовой надпись уже принципиальное отличие. Надпись содержит только вес в граммах. Но очень изредка встречаются монеты перепутки, когда при чеканке полтинника 1925 года, скорее всего, использовался ранее загурченный кружок от года 1924. И в этом случае мы можем на такой монете увидеть тоже двойную гуртовую надпись с весом в долях и в граммах. Насколько они это встречаются? Ну, может быть, одна монета на несколько тысяч, то есть доли процента. И вот в данном случае сегодня одну такую монету я вам представлю. И у этой монеты даже есть история, которая, наверное, во многом говорит нам о редкости такой монеты и о том, что нумизмат должен никогда не останавливаться в такой важнейшей черте коллекционирования, как поиск, искать постоянно. Иногда я видел нумизматов, которые идут буквально шарик глазами по земле в надежде увидеть, наверное, какую-то монету, хотя что, казалось бы, можно увидеть на земле, на асфальте в наши дни. Но бывает всяко. Бывают люди выкидывают монеты, которые кажутся старыми, некрасивыми, неинтересными, потертыми и встречаются редкости. Так вот, вернемся к этому удивительному полтиннику. Однажды человек вез в другой город целую большую партию, можно сказать, инвестиционный запас полтинников, было их больше 500, и в ожидании электрички просто закинул руку в большой мешок, достал пригоршню, и одним из первых достал тот самый удивительный полтинник с двойной гуртовой надписью, несмотря на дату 1925. Вот такая удивительная удача. Хотя часто говорится, что такие большие инвестиционные партии торговцами, дилерами присмотрены многократно, все редкое в них найдено. И вот удача. Конечно, человек не остановился и сидел недалеко от вокзала на лавочке, пытаясь закрыться от прохожих, чтобы они не видели его странное занятие, долго и упорно перебирал 500 с лишним полтинников. Конечно, еще одна удача ему не улыбнулась, но достаточно и одной. Вот и вы никогда не успокаиваетесь на своих поисках, ищите, просматривайте даже самые простые монеты, которые хочется пройти мимо с мыслью, что до этого я уже видел, ничего интересного там нет. Есть интересное. Смотрите, ищите. Удачи вам и смотрите канал Заметкин Мизмата.